Здравствуйте, Роман. Был организован оперативный штаб от общественной палаты на следующий день, был объявлен сбор средств от жителей района, также был большой порыв жителей всего нашего района и в частности администрации района собрать дополнительные средства, чтобы помочь людям. Эта сумма составила более 2 миллионов рублей. Также по закону Российской Федерации было перечислено из бюджетных средств Одинцовского района 565 тысяч рублей. Эти суммы распределились на всех пострадавших в зависимости от очага пожара. Помогая всем погорельцам, общественники взяли под патронат многодетную семью удачных, квартира которых серьезно пострадала. Во время пожара Роман с супругой и тремя детьми укрылся от пламени на кухне, ожидая, когда пожарные смогут справиться с огнем. Затем семью эвакуировали. Несколько дней в больнице, а после – временное жилье в православном социально-культурном центре. Там семья Романа будет находиться до тех пор, пока ремонт не закончится. Мы вместе с сыном, конечно, поучаствовали финансово и вещами. Считаю, что это должен сделать каждый уважающий себя человек. Тревожные воспоминания о пожаре уходят на второй план. Впереди переезд. Общественники пришли в гости к удачинам не с пустыми руками. Руководитель оперативного штаба помощи по горельцам Ольга Лащева передает средства, которые были собраны в помощь семье жителями Одинцовского района. Среди тех, кто не остался в стороне – активисты, обычные граждане и целые коллективы. С первых дней подключилось очень много людей. Очень большая была поддержка от жителей города, от общественной палаты, от администрации города, администрации района, от коммунальных служб. От всех, от всех. Сразу с первого дня люди несли помощь. Материальную, и вещи какие-то, и детское питание, все, что было необходимо. По словам Романа, уже через две недели многодетное семейство сможет вернуться в свой дом. Такой поддержки и помощи погорельцы не ожидали. После пожара решили сделать перепланировку, чтобы детям было уютно. И о трагических январских событиях ничто не напоминало. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.